Доброе утречко! Доброе утречко! Все покушали, попили, покакали, посикали. Вот как ушко чешется. О, какое ушко у Греточки чешется. Ой, как чешется, да. Да, мой маленький, да. Ну а тут, конечно, у нас главный водопой. Конечно, надо включить струйку, попить водички именно здесь. А как иначе? Вот так вот. Вот так выпьем водичку, ребята. Каждый день. Миски, не миски, какие-то кружки. Нет, не так интересно, надо вот. Оп. И погнали. Смотрите. Тыц. Итак, сейчас минут пять. На фоне Валеры там сушит волосы, собирается в офис. Я сейчас тоже буду привести себя в порядок. Мы сегодня идем фоткаться. Надеюсь, дождь не пойдет. Здравствуйте от бледной Натали. Я еще даже не расчесалась. Мы позавтракали. Я еще даже не умылась. Я вчера легла во сколько? Где-то в десять часов, наверное, вечера. Ну, короче, я сейчас ложусь раньше. Я, по-моему, говорила, что я хочу попытаться сделать себе режимчик. Но он у меня сейчас все равно собьется. Он собьется у меня буквально вот сегодня-завтра, завтра-послезавтра. Потому что я еду в Москву. В Москву я еду с одной ночью. Ну, то есть один раз там переночую. И вечером двадцатого поздно я вернусь домой. Вот. Такие планы. Что будет делать в Москве? Увидите, узнаете. Поснимаю. Может быть, влог. Может быть, сторис. В запрещенной соцсети, которая называется И, Н, С, Т, Г, Р, А и М. Вот так, по-моему, называется. В ролике, да, вот так. Ну, а сейчас я допиваю копеечек. Начинаю свой денечек. Примерно около трех часов дня ко мне приедет Арина. Давно, кстати, не виделись. Поможет мне сделать макияж. Точнее, сделает мне макияж. Может быть, укладку. Ну, и мы хотим пойти фотографироваться в цветущие сады. Будем вот так вот держать пальчики скрещенными, чтобы не пошел дождь дикий какой-нибудь. Вот. То, что там прохладно или немножечко пасмурно, это особо не пугает. Главное, чтобы не лимень. И будем делать сегодня весенние фотки. Зайдет Алиса и все втроем. Мы, наверное, пойдем туда. Так что не переключайтесь. Мы не должны быть на встречный денек. Мне сегодня еще нужно поубираться. Нужно собрать вещи для Москвы. Хотя я еду всего на одну ночь, но все равно вещи нужно собрать. Там типа косметичка, какое-то белье, носочки, вот это все. Все самое нужное, необходимое тут, ребят. Желаю вам приятного просмотра. Короче, я сейчас подбираю одежду, которую возьму завтра с собой в Москву. Мне нужно собрать, знаете, такой аутфит в стиле, наверное, начало двухтысячных, может быть, конец девяностых, начало двухтысячных. Я сейчас смотрю все, что у меня плюс-минус там, есть такое, что он может проконать под такой аутфит. И, скажем честно, вдохновляюсь сейчас с зачарованными. И это такой будет спойлер. Потому что... Ну, короче, ладно, не потому что все вы, в общем, увидите. Я смотрю, как одевали зачарованные. Я смотрю, что у них очень много было платьишек бельевого типа. Вот у меня есть бельевое платье. Единственное, с чем сочетать, вероятно, какой-то чокер. Кстати, чокер мне одолжит Алиса. Она принесет какие-нибудь чокеры. Я думаю, что, в принципе, надеть какой-то бюстгальтер такого телесного цвета, который будет поддерживать грудь. И вот это платьишко бельевое и чокер. Может быть так. Потом, значит, есть у меня вариация вот такая. Вот этот топик и вот эта юбка. Правда, она у меня вся в шерсти. Фифи, спасибо большое. Нужно ее очистить, отгладить. Типа вот так. Вот такое вот немножечко вайп, такое настроение. Либо такое обтягивающее платье. Ну, кстати, да, в блесточках и с тоненькими лямочками. Это как раз тоже было такое настроение начала 2000-х. Мне кажется, многие так ходили, и это было типа модно. Вот, как вы думаете, что из этих трех аутфитов больше всего проканает на вариант зачарованных? То есть, как это сказать? Charmed inspiration. Inspiration by Charmed. Вот так вот. Да, пойду вот это все сейчас примерю, посмотрю, как будет выглядеть, и посмотрю, какие мне Алиса принесет чокеры. Уже будем от этого отталкивать. Также подготавливаю тут косметику. Арина придет где-то около трех часов ко мне. Может быть, заодно возьмем что-то из новиночек от Belle, которые мне прислали, подарили здесь вот всякие такие штучки. Кстати, здесь есть вообще абсолютно все для создания полноценного макияжа, мне кажется. Вот, достану еще палетки теней. В принципе, у нас макияж будет не какой-то яркий, что-то будет такое достаточно жизненное, ежедневное, поэтому, мне кажется, можно что-то вот такое как раз будет взять. Да, и, в общем, да, посмотрим, что у нас из этого получится. Добиваю свой третий кофеек, добавила всем немножечко миндального молока. Тут у меня, как это называется, арома, что-то там арома. А, нет, нет, не помню, ребят, как называется этот кофе. Ну, короче, он очень прям такой крепенький, и совсем чуть-чуть добавила молочка. Очень вкусный. Хотя, я думаю, что и вот в таком наряде есть немного вайба начала нулевых, как вы считаете. Кстати, волос вообще еще не укладывала, ну, потому что, блин, мы с Ариной будем делать укладку. Такой тут топик. Кстати, здесь что-то такое, знаете, эзотерическое. Love. Блин, не вижу, что здесь. Dreams. Юбочка черненькая. И, собственно, если надеть чокер, то, мне кажется, сойдет, как вы думаете. Мне кажется, проканает. Ну, сейчас я еще примерю бельевое платье. Тут сочетаю несколько разных стилей. Посмотрим, что из этого лучше всего будет выглядеть. В общем. Так, ко мне пришла Арина. Делаем макияж. Что у нас? Сегодня такой будет легкий, не знаю, нют. Как его назвать? Ну, что-то типа того. Вот такой. Вон, смотрите, что на кухне творится. Выложила все свои богатства. Я такая, знаешь, как копошусь во всем этом. Ну, так я тебе и выставила, чтобы ты копошилась. Конечно, не столько косметики тут как на той квартире, потому что еще не все, блин, перевезено, ребят. Не все еще перевезено. Все равно еще надо на пятерых. А, подожди, я сообразила, все равно какие-то кремовые штуки у меня есть. Как я одеваюсь? Да. Как я одеваюсь? Ты еще. Когда вы типа было, мне кажется, месяц 4, он это сделал. А сейчас я вообще плакала, очень долго. Никто не знает, что там под низом. Вот такой, а? Все, что я, да, пришла, давайте. Все, я готов. Вот там. Так, немножечко то, как мы выглядим, идем на фотосессию. Не большой плюс. Ну что? Мы не будем драться за самые красивые пустые. Как будто три гопника. Я вообще как будто выйду кого-то лиц убить просто. Есть что? В общем, идет дождик. Маленький. Хорошее время для фотосессии. Ну, а что поделать-то? Я посидим. Такой у нас май как-то. То солнце, то дождь. Такая вот погода. Так что вот, идем. В общем, сады, ну, я думаю, знаете, под деревцем где-нибудь когда будем фоткаться, не так будет капать, потому что будем немножечко прикрыты все-таки. Смотрите, какая здесь красота. Вот. Все цветет. Народу, мне кажется, может быть, там в глубине все-таки народ есть, потому что у нас каждый год, когда цветают вот эти сады, обычно много людей. Все приходят, фоткаются, позируют. Кто-то с фотографами, кто-то сам. себе фотограф и так далее. В общем, здесь и вишни, и яблони, здесь все. Вот такая красотища. Прям наша местная сакура. Сейчас одем местечко и где-нибудь попозируем. Арину тоже Алиса будет фотографировать. Она там в каком-то топике полупрозрачном, симпатичном. Я я одета, на самом деле, как будто собралась на спорт. Ну, под этим, подо всем откровенное платье. Заодно прогуляемся, сейчас такой свежий воздух. После дождика очень приятно. Кстати, по-моему, закончился. Так что супер. Ты что там изображаешь? Я вот так белого. Алиса, кстати, мне привезла носочки из Калининграда с надписью Калининград. Мне очень нравятся вот эти эти точки. Не знаю, как они называются. Ребята, если вы разбираетесь, напишите в комменты. Вообще, не знаю. Здесь собачьи прогулочки. Веселуха. Протоптанная тропка для моделей, да, судя по всему, кустику. А, ты уже топтала тут вовсю, да? Алиса топчет уже который день. Давай, наливай. Красивый, Только, мать, давай мне... Нам нужна, да, вода. Красиво, как сомелье. А ты должна идти воду. Мне кажется, хватит, хватит, хватит. Да? Тепленькая. Тепленькая. Добрый тепленькая. А, я смотрю, бокал-то запотел. Запотел. Ну, сейчас быстренько остынь. Давай, накидывай. вот так. Чего, красивый бокальчик, да? Это нам Максон с Наташей подарили. Очень красиво. Как будто с розочкой из бутылки, да. Красота. Ну, все, а теперь я раздеваюсь и начинается представление. Мы начинаем нашу съемку. Все готовы. Алиса в кустах в кустах. Это как маньяк. Так и есть. Девочки, продолжайте. Продолжай. Наташа, раздевайся. Вот у меня, смотри, как опущено. Да я уже снимаю тебя как раз. Вот это там звуки. Я не буду ничего комментировать здесь. И так все понятно. И так все понятно. И так все прекрасно. У меня, короче, такое платье, оно, ну, это, кстати, мое, я просто его Алисе уже дала. Алиса сегодня принесла. Интересно, почему у нас такой обмен происходит. Ну, как будто бы, ну, ну, короче, не сильно выделяется, что оно от какого-то света. что она ей лютнет. Аккуратнее ручку нижнюю. И так, Натали, поюще в Терновнике, начинай петь как канарейка. А если сейчас так пофоткаю, что долго не забудешь-то. Алиса, угрожающий фотограф. Это серия, это серия фото, поющая в Терновнике. Все, ладно, я заканчиваю, иначе меня выгонят. Все, 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 Алис, я не улыбаюсь, давай. Ладно. Короче, мы посидели с Алисой и с Ариной и попили чаечко. Немножечко поболтали, они от меня только-только ушли. Я поедаю анигири из Кусвилл. Анигири с тунсом. Очень их люблю, они обалденно вкусные. Единственное, знаете, что меня раздражает в анигири, точнее, может быть, в себе, надо сказать, раздражает, это то, что я не могу их нормально открывать. Вот эти завернутые у них идут в треугольничек, вот так вот все в пленке, у меня не выходит это нормально открывать. Ребята, умеете ли вы нормально вскрывать анигири? У меня никогда это нормально не выходит, у меня часть водорослей застриет там внутри, либо отваливается что-то, причем я действую в принципе по схеме, там идет 3, 2, 1, типа, что, где надо оторвать, где надо что потянуть. Нифига, у меня это все равно не срабатывает. Короче, это вкусняшка, но ем я ее через одно место. Водопой Водопоевич сидит уже здесь. На утро из Вкусвилла заказала вот такие сырники, они, кстати, идут без сахара, и они идут с курагой. Очень вкусно, они, кстати, такие суховатые, но мне это и нравится, не знаю, вот суховатость в сырниках для меня это прям плюс. Почему-то так вышло. Здесь у меня еще один анигири, тут я взяла себе зеленый салатик, который, вероятно, слопаю сейчас, если я захочу, и взяла два таких салатика, которые называются Green Energy. Валера их очень любит. Это идет такой листовой салат, там половиночка яйца, курица, потом там, значит, идут грибочки, и, знаете, заправка такая, как будто бы соевый соус смешан то ли с оливковым маслом, что-то такое, ну, короче, это очень-очень вкусно, в общем, нам прям с Валерой он заходит, два-две штучки, может быть, один тоже завтра с утра съем.